И всем привет дорогие друзья, с вами Денис и вы сейчас видели убегающего гуля, который почему-то не нажал ни на дно своих ловушек, хотя мог бы. И мы сейчас будем аккуратненько проползать сквозь этот ужасный ангар, чтобы найти наконец там терминал, на котором написано, что как бы никаких стелс-баков тут нет. Вот, мы это знаем с вами прекрасно, потому что я на самом деле когда узнал о том, что тут есть 100 стелс-баков, я подумал, что ого, ого, я подумал, но нет на самом деле ничего. Его тут нет, кроме этого терминала. Ну, собственно, да, поставку отправили обратно, потому что это как бы ошибка, и теперь мы идем гуляем и говорим, типа, ну, бывает, но не... Эта дурацкая собака соседей лает. Серьезно, почему они не могут заткнуть своего пса, я не понимаю. Если потом был еще классный пес, это, блин, маленькая шавка. Ненавижу, когда это происходит, то есть она начинает лаять, лаять, лаять. Лаять, лаять, лаять. Слышь! Нет никаких стелс-баков. Стелс-бой отправили просто стелс-бой. Как это у Бога звучит? Я забыл, что он не будет поставить. Окей, давай вали от чудо лучше. Я не знаю, в прошлый раз мы его расстреляли, как бы меч я его хотел получить, потому что он прикольный. Я думаю, в этот раз мы так же поступим с вами. Да вот только винтовка, ковбоя его кокнем. И, наверное, подойдем просто в упор и всадим ему 250 пуль. Прямо в его дурацкую голову. Блин, а он не умирает так-то. Ох, вот это уже проблема. Это очень большая проблема. Супер стимулятор, я думаю, мы с вами юзнем, потому что... Вот, блин! Сразу врубай свою фиговину, блин! Отстрелим башку. Почему ты не отстрелил ему башку? Что я тварю нафиг? Ну давай, доставай свою фигню! Стимулятор еще один. Ах, спасибо, одно хп! Ну и ты как бы огребаешь. Ах, пять патронов это ужасно мало. Но мы кокнули их всех, как бы, и... Нафига я это делал? Я потратил столько стимуляторов. Ау! Мина! Серьезно, гребаная мина! Большой меч! Все, нафиг! Нужно выходить из этого комплекса, потому что, возможно... Когда мы выйдем, мы найдем там другую игру, например. Кошмар! Ах, это было ужасно! Подождем час, и оказывается, что мы теперь еще и есть хотим, например. Это было бы тупо. Что можем выкинуть? Изможностойки дробовик можем продать. Дробовик карманщика тоже можем продать. Он весит фигни. Противопехотные мины. Два килограмма весит. Широкая мачета может пригодиться вообще-то. Секач вот не нужен нам. Девять миллиметров пистолет нужен. Вармит винтовки две штуки. Не знаю, зачем нам столько. Лазерный пистолет. Ну, как раз на три килограмма. Мы это упражнение выкинем, и можем бежать дальше. То есть, мы с вами только что убили гребаных трех этих монстров здоровенных. Еще и патронами убили. Блин, они ведь пушку убивают. Я забыл совсем. Это плохо. У нас ремонтник. Блин, у нас на ремонтный комплект оружейника не хватает скила. Ну, что за невезение. Повсюду просто один встой. А нам сейчас еще бегать, блин. Эти штуки собирать. Я забыл. Ну, мусор, чтобы космический корабль построили наши ребята. Это значит, что нам придется еще купить какой-то мусор. Достать топливо там, где будут гекконы золотые. Нет, не гекконы, или гекконы там будут. Я не помню, как эти штуки называются. То есть, блин, капец. Нам еще побегать придется в этой серии, ребят. И, потому что явно мы не пройдем ее быстрее, чем в прошлый раз. Потому что, как вы видите, я полную фигню сейчас начинаю творить уже. Типа убийство трех супер-мутантов, например, которые одновременно на тебя нападают. Это полная фигня на самом деле. Ну что, смысла в этом нет. Эй, братюня. Где у них тут босс их? Он что, внизу или что? Эй. Это невежливо. Просто братья оказываются где-то не там, где ты был до этого. Там будет вроде бы шорткат на поверхность, где я вернусь на вак, и хорошенько отосплюсь, и, наверное, отъемся, и я попьюсь. Там вода есть, типа, и все такое. Хотя, может, они сейчас просто улетят, потому что они уже в костюмах. Но это вряд ли. Очень вряд ли, знаю, эту игру. Ну, костюмы у них прикольные, по крайней мере. Надо меч еще этот здоровенный кинуть где-нибудь там, потому что, как бы, зачем он мне? Я просто его для прикола взял, потому что, ну, как это, такая, знаете, приятная плюшечка, иметь большущий меч какой-нибудь. Вот, как бы, поэтому я его и взял. Так-то он не нужен абсолютно. Потому что я не собираюсь прокачиваться на человека, который, блин, дерется огромными здоровенными мечами. Потому что нужно силу десяточку, и, ну, может быть, не десяточку, конечно, но много силы нужно, больше, чем у нас. А у нас на снайперскую винтовочку рассчитываю все это дело. Вот, тут вроде бы ничего нет. Так что сразу идем вниз. Хотя можно там, кажется, череп забрать этот, да, ведь? Помните? Давайте попробую я забрать этот череп, если можно. Я его тоже где-нибудь на макееву все поставлю, красивенько как-нибудь. Череп. Черепа нет, он его с собой забрал, видимо. Ну, ладно. Я могу зато... Нет, не могу я на кресле сесть. Это не по кейс был. Я не знаю, почему я подумал, что это по кейс, что это бутылка из подвиски. Я, по-моему, что-то совсем все делал поратый. Блин. В хлам просто. Не знаю, давайте выпьем, наверное, санкция со спалилы. Не знаю, зачем. Вроде бы нам тут ничего не должно угрожать. Но, кстати, вот гаечные ключи здесь повсюду лежат. Вот, собрать бы их. Сколько у нас веса? В принципе, на один ключ кто еще хватит? Вот так вот, да, в принципе, можно. Насколько я помню, тут полно всякого добра. Вот в плане гаечных ключей и металлолом. Вот еще лежит. Там что-то клей. Еще металлолом. То есть, как бы, тут есть, что набрать, но пока не будем это делать. Потому что, как бы, у нас туповеса не хватит. Еще нужно будет револьвер очень хороший забрать кое-где. А именно в казино Бизон Стив, который мы уже с вами зачистили. Как вы помните, я надеюсь, в серии во второй, так, или даже в первой. Нет, во второй, в первой мы с вами разбирались с проблемами нашего любимого города. Я даже забыл, как это называется уже. Я молодец, потому что, конечно же. Так, будто есть, не крышки тут вроде бы. А, верстачки. Это один верстак, и это не тот, который мне нужен. Так что я пройду мимо, пожалуй. А, вот тут наверняка тот, который мне нужен стоит. Это же логично, разместить гребаный мусор где-нибудь там, где было что-то полезное. Так, там у нас уже был шорткат. А, вот у нас верстак второй. Что мы можем? Металлолом мы можем сделать? Это, подождите, что это за верстак? Почему я патроны не могу делать? Микроядерная батарея. А, я могу ущелять их. Постойте, а металлолом я не могу разве делать? Это странно. Я думал, что здесь можно делать металлолом. Ммм. Ммм. А, давай я помогу тебе, блин. Ты бесишь меня. Вообще достойный какой-то. Так, что нужно тебе сразу? Давай, к делу перейдем. Два компонента, как нефиг просто. Ммм. Я пробую найти. Зачем это делать? То есть разделение. Я могу и то, и то найти. То есть он же не будет искать, пока я вот это выбрал. Вот еще проблема. То есть он придется вернуться и потом еще второй компонент брать. Это очень странная штука. Возможно, разработчики хотели что-то интересное запилить со всем этим. Но абсолютно ничего не происходит здесь. Кстати говоря, здесь нет шутка, нет шутка, нет шутка, нет. То есть действительно абсолютно ненужный элемент. Типа вот так вот, да. Сначала ты одобрил, потом другой. Нельзя сразу все убрать. Убрать почему-то. Я не понимаю, почему. А мне нужно срочно домой к моему динозаврику. Надо ремонт ящик, наверное, использовать на этом. Хотя у меня пока не так уж много их. Потом у нас будет их просто туча гребаная. Так, сюда мы выкладываем с вами что? Мы с вами сюда выкладываем большой мяч. А, мяч! Большой мяч! Нет, его мы не будем сюда укладывать. Так, так, так. Изоленточку сюда же. Металлолом весь сюда выкидываем. Я в прошлый раз не выкинул, что я почему-то так много у меня. Ох, 308 патронов. Всегда их любил, когда они так красиво лежат. Потому что они нам еще понадобятся проводник. Не знаю, зачем он мне как бы... Блин, зачем его притащил вообще. Что-то клей нам нужен. Ну и вроде бы мы все выложили с вами. Так, выйти. Теперь нам нужно большой мяч где-нибудь тут кинуть. Большой мяч. А, я постоянно забываю, что здесь выкидывать на другую кнопку. Вот, да. Мы его положим с вами на диван. Как-нибудь вот так красиво. Это недостаточно красиво, но... Но это тоже не очень красиво. Я не знаю. Вау, я чуть себе не отрезал голову. Мой персонаж, она не особо аккуратная. Давайте положим его просто на кровать. И ляжем спать вместе с ним. Потому что... Что может быть романтичнее, чем... Спать с огромным железным штукой. Так, наш динозаврик еще здесь стоит. Нет, если он однажды уйдет, то мне будет очень страшно спать в этой квартире потом. Потому что он может просто перерезать нам глотку, пока мы спим, например. Это будет не очень приятно. Я надеюсь, мы с вами отпилищ. А что у нас на нуле? Это замечательно. Тебе нужно сходить поесть чуть-чуть. А может, у нас есть в холодильнике? Блин, какого фига дно бухло? А где моя еда? Что? Зачем я купил? Я хотел, блин, квартиру с едой. А не с бухлом. Ну ладно, мы с вами сейчас еще найдем как бы еды. Там у нас кухня прямо напротив. Нет, не здесь. Вон там у нас кухня прямо напротив. Мы сходим там, купим еды. Наверное, закупим сюда сразу чем-нибудь вкусненьким. И чем-нибудь, что поменьше вещь, это как бы побольше дает. Вот это было бы идеально. Просто привет. Залезать? А, ну, в пасте я был. Где хозяйка, типа? Или что? Здесь нельзя купить, что ли, ничего? А в чем прикол? Что это такое? Они, типа, тут просто приходят, щадят и едят, и все? Очень странно. Ну, а что у нас поеде-то вообще? Блин, надо где-то закупиться едой вообще. Тут уже как бы 154 у нас во вторую стадию придет, и мы с собой ничего не сможем таскать. Ну, сон у нас на нуле тоже. Покушать бы, что называется. А, этот человек, наверное, продает. Который в пасте динозавра сидит. Наверняка продает ведь. Потому что, как бы, а чем ему еще заниматься, если продавать, как бы, еду? То есть, динозавров, что ли, продавать? Никто у него не покупает динозавров. То есть, он, конечно, говорит, типа, динозавры их всегда покупают. Никто их не покупает, ребят. Хотя, я, наверное, с собой еще одного динозавра захочу в Нью-Вегас, когда мы с вами поедем. Пойдем, точнее. Ну, поедем будем считать. Типа, мы же с вами крутые ребята. Мы с вами поедем в Нью-Вегас. Эй, мамаш. Что у тебя есть вообще? Нет, 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 нет. Это совершенно не то, что я хотел. Ей, блин, собаки эти окружают, как бы. Ключ мамаши гипс. Что это за ключ? Я, конечно, молодец. Это отлично, что я только что вытащил ключ. Как бы, надеюсь, собака, она не будет охранять предмет, который я хочу забрать. Потому что я не хочу тратить деньги, как бы. А карма у меня бесконечная. Ну, почти. Поэтому я бы хотел, типа, блин. Я не хороший, ребят. Я знаю, что я не хороший, но... Что поделать, как бы. Деньги лишние не бывает никогда. Так что мы просто сперли меня. Потому что навык скрытности абсолютно не нужен, чтобы украсть ключ, насколько я понимаю, в этой игре. Потому что игра очень продумана. Поэтому мы просто вщали и забрали его, хотя бы, не знаю, то есть, вообще не прокачивали. То есть, мы, конечно, отыграем с вами крутого бойца, но украсть ключ из кармана каким-то невероятным образом, когда в окружении три собаки стоят, мы можем. Потому что мы молодцы, видимо. А мы всегда молодцы. Да. Как говорил Ниотс, потому что мы молодцы. Чем мы хуже, чем Ниотс? Мы всем хуже, чем Ниотс, ребят. Потому что Ниотс, он офигительный. Не пускай... Окей, потопали за атомным топливом. Теперь там будут, по-моему, стайка гекконов небольшая. Но мы их перебьем или убежим от них. Я не знаю, может, я не знаю, что... Не найду. У нас офигительный... Мне очень нравится наш револьвер, потому что он такой красивый, он светится. Это очень круто. Как по мне. Вот. Так что мы это... Ну, это того. Пойдем сейчас быстренько. Разберемся со всеми, у кого какие-то проблемы с нами. Кстати, там слева торговцы. Я опять забыл подсчитать тактику выигрывания в караван. Я бы хотел, блин, получить ачивку за то, что я выиграл, блин, 200 игр в караван. Но... Там не 200, там 50, кажется. Но я как-то так и не вырубил еще, как к нему играть. Но, по-моему, это все довольно просто, как огурец. Вот. Так уж просто. А, классно. Мне так нравится, этот револьвер, это просто офигительно. Это, наверное, одна из самых моих любимых пушек в игре. На самом деле, тут еще есть очень классная пушка, на которой какая-то цитада из... Ну, я не знаю, Библии или нет, но откуда-то из чего-то такого, короче говоря, она. Вот так вот, и он карает, причем. Так что, этот пистолет, я думаю, вам стоит иметь. А чтобы его иметь, нужно, конечно же, немного... Немного подкачать себе навык взлома. Хотя, это еще не все, что... Не единственная вещь, для которой нужен он. Мы с вами еще убедимся, когда найдем офигительную плазменную винтовку. Я всегда ее беру. Потому что эта плазменная винтовка, как бы, очень экономная. И она нам понадобится, реально. То есть, не знаю, у вас... На самом деле, мне очень нравятся лазерные винтовки, в плане того, что они очень быстро... Ну, как... То есть, снаряд долетает до противника мгновенно. Это реально луч просто, который наносит урон, да? А вот плазменная винтовка, наоборот, очень медленная. То есть, она очень медленно свой заряд пускает. И вот это уже проблема. Мне удалось найти целый контейнер. О, окей, все. Наверное, мы пойдем. Прятан, прятан в пути. Я стимулятор возьму, да, ребят? Да, да, я не забери, спасибо. Окей, классные ребята эти гудли, на самом деле. Очень милые ребята. Так, там уже у нас парень начал произносить как бы речь, и мы сейчас пойдем и запустим их прямо в небо. Нет, не в стену, в небо. У меня просто нет неба, вон там, куда я посмотрел, там стена, и я немного... Не надо расстроить, я не смог вам показать. Блин, надо было пособирать мусор, а мы уже вышли. Я немного забыл. Ну да ладно. О, вот еще гаечный ключ, чудо-клей. О, гаечный ключ. Что-то еще есть. О-о-о, вот это куча. Так. Да, да, там, говори, говори, у вас очень важный момент. Ну, я как бы роюсь в мусоре, извини. Что-то клей. Так, что у нас тут еще есть? Я думаю, батарея... Не помню, нужны ли они нам для чего-нибудь. Так, вроде бы ничего нужного нам не осталось здесь. Нет, вроде бы ничего не осталось. А вот еще металлоломчик. А здесь металлоломчик у нас осталось. О, еще гаечный ключ. Блин, просто посмотрите на эту красоту. Везде все просто лежит здесь. Бери, не хочу. По-моему, замечательно. Вот поэтому я вам и говорю, что мы с вами будем, собственно, эту миссию делать. Потому что тут как бы плюшечки лежат, они тут повсюду. И можно насобирать гаечных ключей, чудо-клея. Я, по-моему, раньше и кучу изоленты еще набрал на этой локации. Вот. То есть, реально раздолье для вот тех, кто крафтит ремонтные ящики. А ремонтные ящики... Да! Она снова вылетела! Она снова вылетела! То есть, уже вторая серия будет записана с помощью, блин, монтажа на ютубе. Потому что, как бы, у меня проблема с кодеками. И Vegas отказывается принимать кодеки с моей видеокарты из Bandicam. И, как бы, в других случаях приходится рендерить очень долго, очень маленькие ролики. Опять же, чего я не хочу делать. Вау. А здесь мы еще не были. Вот. Поэтому, как бы, блин, у меня как-то проблемы с этим. И я не хочу, вот, блин, рендерить по 2 часа ролик в 20 минут. Так что приходится на ютубе это делать. Но это тоже не тот, сами знаете. Вот. Я пока не знаю, как это будет работать еще. То есть, предыдущий ролик я уже так, как бы, оформил. И сейчас так же. И еще 2 стаус-боя. Вау. Это неплохо. Я дико возьмем с собой. Пиво не будем брать с собой. Терминал администратор, репком. Че он тут... Че тут есть вообще? На выходной пенсию. Замечательно просто. Окей, мы с вами нашли... Сколько у нас стаус-баков? Подождите-ка, сколько? У нас дофигища их. Вау. Это очень круто. А теперь мне нужно найти, блин, выход на площадку. Думаю, закончить эту... А ну сверху? Блин, а ну сверху. И закончить эту серию, я полагаю. Я уже не знаю, сколько она будет. Потому что, как бы, блин, секундомер... Не может это высчитать абсолютно точно. А у меня в игре, как бы, никакого секундомера нет. Я просто пытаюсь что-то с этим делать. Стой. Почему я не Бэтмен? Если бы я был Бэтменом... Если бы я был Бэтменом, таких бы проблем не возникло вообще никогда. Окей, кажется, я нашёл теперь дверь. Да. Больше я ничего не нашёл, кроме этой двери. Простите, ребят. А, нет! Как? Что? Блин, почему? Или так и надо? Я не помню. Я не помню. Ладно, окей. Наверное, я затупил. Как бы, так и надо обратно туда идти. Я что-то даже не помню этого. А надеюсь, теперь я смогу там забрать предметы, которые хочу, например. Я набрал... В этом подземелье я очень внимательно в этот раз прошёл, пока перепроходил. У меня сохранение было где-то в подземелье. Блин, или себя забрать? Как это так-то? Вот, я перепроходил, как бы, и... Там действительно огромное количество гаечных ключей и всякого стафа было. А, нет, нет. Не будем делать. То есть, там можно сделать так, чтобы ракеты столкнулись и все гули умерли. Но мы же неплохие, ребята. А, да, я забыл начать запись. Ну, я думаю, мы с вами закончим эту серию прямо сейчас. На этом прекрасном моменте. Ай, меня YouTube не забанит за эту музыку? Я надеюсь на это. Эй, YouTube, если ты смотришь это, не мать меня. Ну, ты, грёбаный бог. А что, если бы это в меня влетело? Это было опасно. Ну, мы не в России. Здесь ракеты не падают, я думаю, даже после двухсот лет. Ах, любимец. Да, что-то нельзя перейти, я так помню. А, следующий урок. А что мы качать будем? Добить, может быть, взлома до сотки? Да, надо бы добить его, чтобы сразу крутую снайперку взять. Ещё два очка я кинул в оружие, конечно же, да? Или нет? Ну, куда? В оружие пускай будет всё равно там. Два очка в ремонт, как бы, зачем? А в оружие может пригодиться. Ну, не может, на самом деле. Написано «экшит». Ненавижу все эти локации. Ну, ладно, на самом деле, очень классные локации в основном. Но вот, никогда вот эти вот мостки под вещи раз перепроходить приходят. Вот это отстойно. Вот. Куда нам теперь? Блин. Я не помню. О, нет. Я снова к администраторской пришёл. О, нет. Расследование. Куда мне идти? Просто как начальник. Ну, ладно, ребятушки. Я думаю, на этом мы с вами закончим эту серию. Вот. Так что на этом всё. С вами был Денис. И спасибо за ваше время. Всем пока. С вами был Денис.